Всем привет, дорогие друзья! Я знаю, что многим из вас видосы про светофильтры не особо заходят, потому что вам кажется эта тема неинтересной, гораздо ведь интереснее обсуждать камеры. Сколько там стопов динамического диапазона на новой камере, какая там светочувствительность? Но прикол заключается в том, что даже если вы используете старенькую камеру, у которой динамический диапазон 12 стопов, например, для того, чтобы получать вот такую картинку, как у меня сейчас, с широким динамическим диапазоном, вам не нужна новая камера, вам нужно всего лишь использовать поляризационные фильтры. Вот смотрите, как картинка выглядит без полярика, ну точнее с поляриком, но не в правильном его положении, а вот так картинка выглядит с поляриком, то есть вы просто затемняете небо и получаете шикарную, не побоюсь этого слова, широту динамического диапазона. И в том числе вы можете использовать градиентный фильтр, чтобы затемнять только верхнюю часть кадра, только небо, то есть способов, чтобы получить максимальную широту динамического диапазона существует великое множество. Это основа, это база, но вам эта база не интересна. Ну а для тех, кому интересно и тем, кто хочет послушать мой опыт, ну собственно говоря, это видео и адресовано. Сегодня я вам расскажу о простых светофильтрах, которые я использую в работе каждый день. И на моем канале есть большое количество обзоров абсолютно разных светофильтров, но прикол заключается в том, что я не использую их, я использую самые простые фильтры в линейке Freevol, обычные магнитные фильтры, и я их использую уже на протяжении 5 лет. Я их использую как на камерах, на которых есть встроенные эндофильтры, я использую их на беззеркалках, где нет встроенных эндофильтров. Эти фильтры ставятся у меня в один клик на все мои объективы, потому что все мои объективы, на них стоят переходные кольца, специальные магнитные, чтобы я мог использовать, удобно использовать одни и те же светофильтры. И давайте я вам сегодня более подробно расскажу в контексте того, что Freevol тихо так сделала обновление своей линейки вот этих магнитных фильтров и называется эта линейка М2. И в чем заключается прелесть, они полностью совместимы между собой. Я не люблю использовать переменные эндофильтры, потому что, как правило, эти переменные эндофильтры вам нужно переставлять с одного объектива на другой, если у вас камера без встроенных эндофильтров. Вам нужно эти фильтры крутить, подбирая правильную экспозицию, туда может набиваться песок, какая-то грязь. И да, конечно, вы можете приловчиться к съемке с переменным эндофильтром, но если у вас 3-4 объектива, то переставлять этот переменный эндешник достаточно трудно. И чтобы этот процесс шел легче, как раз таки такие компании, как Freevol, Polar Pro и еще другие, они придумывают свои вот эти вот системы, которые становятся еще сложнее и при этом все они совершенно несовместимы между собой, даже в рамках одного производителя. Поэтому я использую обычную проверенную классику. Смотрите, вот такой вот комплект стоит в районе 150 баксов. Он включает в себя 5 фильтров. Кстати, точную цену можете посмотреть по ссылке в описании, потому что Freevol часто любят делать какие-то акции, распродажи. И в этом комплекте, как я сказал, находятся 5 фильтров. Первый фильтр — это обычный UV фильтр, защитный. У нас также есть три эндешника. Это на 3 стопа, на 6 стопов и на 10 стопов НД 1000. То есть эти эндэфильтры покрывают полностью весь диапазон. Вы можете снимать на диафрагме F1 и 2 на вот таком ярком солнце. С эндешником на 10 стопов у вас не будет никаких проблем. Также у нас есть поляризационный фильтр, вот такая вот магнитная крышка и база, на которой вы все это добро устанавливаете. И в чем кайф этих фильтров, что они магнитные. То есть, если вам нужно совместить эндешник с поляриком, никаких проблем. Вы просто примагничиваете ваш полярик сверху. И обратите внимание, что на моих объективах везде установлены вот такие вот адаптеры. У меня все фильтры диаметра 82 миллиметра. И таким образом на текущий момент у меня есть получается полярик, увшник от первого поколения. А также вот такой вот набор, который покрывает все мои нужды. Если у меня появляется какой-то новый объектив, все что мне нужно, это купить копеечный адаптер. И при этом, поскольку эти фильтры простые, они стоят дешево, в отличие от той же системы К2. Поэтому, ребят, вот эта вот система, системку, лично я могу вам рекомендовать. Дело в том, что Freewell, это китайская компания, но она использует немецкие стекла. Действительно, эти стекла производятся в Германии. И, кстати, эти стекла точно так же используют и другие производители. Например, Polar Pro, она также не делает стекла. Эти стекла также делаются в Германии. То есть, качество у нас отменное. И при этом, кстати, вот такой вот у нас кофр, судя по запаху, из натуральной кожи. Но, во всяком случае, похоже на натуральную кожу. Очень удобно. И здесь достаточно большое количество отсеков. То есть, несмотря на то, что в комплекте у нас пять фильтров, сюда можно фильтров засунуть гораздо больше. И, собственно, здесь у меня помещаются два набора. Соответственно, старый набор и новый набор. Да, и, возможно, некоторые из вас скажут, но, конечно же, у переменных НДшников есть преимущество. Преимущество это заключается в том, что мы можем достаточно точно подобрать плотность фильтра. То есть, мы можем гораздо более точно регулировать экспозицию. Да, разумеется, если у вас есть дискретные значения, то вам придется экспозицию регулировать с определенным шагом. Но вам ничего не мешает точно так же использовать постоянное значение выдержки, а экспозицию корректировать исключительно светочувствительностью, то есть значением ISO. К примеру, в диапазоне от 100 до 400 вы можете покрыть абсолютно все возможные значения экспозиции. Но тут возникает небольшой нюанс, если вы снимаете с логарифмическим профилем и у вас есть штатное значение, базовое значение ISO и вам не хочется отклоняться от этого значения. Или, если вы используете камеры Sony, их линейку FX, там у нас есть режим работы синий EI, то есть значение нашей светочувствительности, оно у нас жестко регламентировано двумя значениями. То есть, двумя значениями базовых ISO. И в этом режиме, конечно, использовать переменные ND лучше, потому что вам тогда придется немножечко шаттером вашу экспозицию уравнять или, допустим, под закрывать диафрагму. Да, конечно же, я с вами тут соглашусь. Так что, если вы снимаете на камеры Sony вот такое вот кино-кино, когда у нас и ISO заблокировано, и заблокирована выдержка, и по факту мы можем экспозицию регулировать только диафрагмой, ну, скорее всего, вы все равно не будете использовать переменные ND. Скорее всего, вы поставите компендиум и будете просто использовать более широкий ряд постоянных ND, то есть ND-фильтров постоянной плотности. Во всех же остальных случаях вы спокойненько можете подрегулировать вашу экспозицию значением ISO или немножечко подвигать значение шаттера, то есть скорости затвора или выдержки, как ее еще называют. И также еще один нюанс. Хотел рассказать, чем эти фильтры отличаются от первого поколения. Честно говоря, я не очень понимаю, для чего Freewell сделала второе поколение, но, видимо, нужно было как-то обновить линейку. Дело в том, что фильтры предыдущего поколения у них немного тоньше оправа, то есть если вы используете сверхширокоугольные объективы, это, конечно же, плюс. То есть получается в обновленной линейке сделали хуже, чем было. Но при этом за счет лучшей перфорации, за счет большей толщины оправы этими фильтрами удобнее пользоваться, то есть их проще устанавливать и снимать с объектива. Но также, понятное дело, у нас изменился дизайн крышки. В любом случае, за годы пользования всевозможными фильтрами разных линеек, я пришел к вот этим вот простым ребятам. А также, поскольку это у нас постоянные, они переменные НД, у нас нет никакого цветового смещения, у нас нет даже намека на эффект кросс-поляризации. То есть это действительно просто хорошо и удобно. Ну что, ребят, поделился с вами своим опытом. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно. Всем пока, до новых встреч!